Здравствуйте, дорогие друзья. Наша недельная глава начинается словами какими? И вот имена сынов Израиля, пребывающих в Египет. Запомним слово пребывающих. Некий еврей, назовем его, к примеру, Шимон, пришел к своему учителю, наставнику. Это был раби Ицхак Дов Ракеах, бельский раби, короче. И пожаловался ему. Это было в 1900 год. И пожаловался ему на свои финансовые трудности. Как не кручусь, говорит, вообще не могу прокормить семью. Ну, Рэбе там подумал, поднялся в свои высоты и говорит, едь в Америку и займись там бизнесом. Только каждый год ставь меня в известность подробным письмом о состоянии дел и финансовых, и обязательно духовных. Договорились. Шимон, как сказал Рэбе, со всей семьей переехал в Америку. Занялся торговлей. Очень удачно. Ему все усилия возвращаются в старице и потрясающе. Пишет он письмо Рэбе через год. Все в порядке, великолепная ситуация, бизнес идет хорошо. Но в духовном плане, с точностью наоборот, мы живем в таком достаточно враждебном атмосфере. Есть много неприязненного отношения к евреям. Люди некоммуникабельные такие, чужие ценности. Ну, сложно нам. Тем не менее, Шимон и члены его семьи. Мы противостоим этому, все нормально. А в материальном потрясающе. Рэбе в ответ на письме благословил Шимона. Велел ему развивать свой бизнес. Пожелал твердости, устойчивости и так далее. Еще через год Шимон пишет Крэбе, более оптимистическое письмо. Он говорит, продолжается очень хороший финансовый успех. Стало налаживаться в жизни в духовной сфере. Много друзей новых. Не единоверцы, но интересные, приятные в общении. И мы постепенно стали привыкать к американской культуре, традициям. Начали понимать, приходить в много хорошего. В ответ Раби Исахар написал, срочная телеграмма получил от него. С приказом немедленно оставить все дела и вернуться вместе с семьей назад. Шимон был серьезным. Это был серьезный Рэбе, он был серьезный хасид. Высокопримерный. Он в точности раз такой Рэбе сказал. Он возвращается на родину, все закрывает, приезжает. В первую очередь бежит к Рэбе. В чем дело, почему? Когда ему было тяжело, когда он страдал, Рэбе говорил развивая. Я когда вроде все в порядке уже, велел все бросить, срочно уезжать из Америки. Все налаживается, дети приспособились, жена. Рэбе посмотрел на него и говорит. Пока ты и твои близкие чувствовали себя там никому не нужными, чужаками. Была надежда, что вот эта атмосфера ядовитая чужого мира, материальности, не проникнет в твою семью. Но когда ты начал привыкать, приспосабливаться, это стало свидетельствовать о том, что защитные механизмы, награждающие вас от чужой среды, перестали функционировать. Вера отцов оказалась в опасности, поэтому надо было все срочно бросить и уезжать и возвращаться. Не у каждого есть такой Рэбе, не у каждого есть такое доверие к Рэбе. Но обратите внимание, в нашем фрагменте использовано выражение прибывающих в Египет. Почему не сказано прибывших? Потому что все время, пока Яков и сыновья были живы, они себя не чувствовали уже окончательно поселившимися в земле. Они все время думали, как они вернутся в Израиль, в конце концов. Но цель у них была такая. Как только они ушли, все приспособились и началось то, что началось. То есть, какая сказанная жизнь уготовлена была фарону, дочерям Израиля. Есть интересное толкование насчет того, что мальчиков бросали в воду, девочек. Намек, написанный об этом, содержится в самом указе об утоплении мальчиков в Ниле. Медраж Танхума в главе Вейра рассказывает, что Нил был большинством Египта. И одна из причин обожествления его египтянами состояла в том, что река рожала всю страну. И не было дождей в этой стране. Нил, таким образом, это бог Израиля. Это, простите, бог Египта. И вот символический смысл в том, что с раннего возраста фарон приказал приучить детей к добыванию средств, к существованию, к мирским удовольствиям. И вот этим египетским богам не позволяет им уйти в еврейский мир. И таков смысл был указан фарона о сынах и дочерях Израиля. Это понятие актуально абсолютно сегодня. Существует мнение, что в первую очередь надо обеспечить будущее ребенка материальную сторону его жизни. Детям с раннего возраста объясняют карьерные устремления, профессиональные, формируют убеждения, что самое важное в мире жизнь, быть профессионалом, зарабатывать деньги, без этого не преуспеешь. Этот подход прямиком опирается на вышеупомянутый указ фараона, который ведет к духовной катастрофе. Вот об этом стоит подумать. Перед нами шаббат. Знаете, один еврей пришел к садику из Александра и говорит, тяжело, твой магазин закрыт в субботу. Он говорит, я не могу, меня воскресенье заставляют закрывать. И так, он говорит, ладно, давай так, 15% от дохода я тебе дам браху. Ну, тот гость засопел, подумал, ну ладно. Тот говорит, я хочу получить свой доход от торговли в субботу. Держи в этот день магазин закрытым, а вся прибыль остальная твоя даю браху. Поэтому, опираясь на мнение праведника из Александра, я даю дополнительную браху тем, кто в субботу воздерживается от работы. Прыхавая слыха.